привет сделаем настройки и сейчас хотела тоже присоединиться итак у нас сегодня тема эфира мы решили поговорить про интернет возможно ли работать полностью удаленно особенно мы говорим конечно же про сетевой про сетевой маркетинг и сейчас нам татьяна присоединиться и мы расскажем свой опыт как это у нас было как мы выходили в интернет какие у нас были проблемы какие были этапы до связи с тем что я лично заходила в интернет несколько раз и как какие они были удачные или неудачные что-то происходило получалось не получалось и так далее как-то мне интересно по-другому сегодня в инстаграме обновления вышли вот татьяна вышла и есть прям некоторые изменения даже появилось название прямого эфира можно сразу писать помимо того что мы прикрепляем закрепи так и есть еще другие тань присоединяйся привет 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 я летают всем здравствуйте да а сегодня сегодня же лето хочется хочется куда звук то делся у меня раз звук пропал куда он у тебя делся у тебя какой-то это раз и все какой или это у меня только это у тебя наверное я тебя хорошо слышу так же как это ну-ка сейчас это вот ну конечно у меня тут красота сегодня инстаграм я выхожу и зайду заново давай давай так ждем татьяну бывает такое да особенно когда что-нибудь обновляется иногда где-нибудь что-нибудь сбоитесь а сейчас хорошо тебя слышно так до этого тоже включим сейчас включу свет тяпа ты тут мне не мешайся не отключай мне свет пожалуйста ребенок это он тебе что ли отключает а там кнопка на полу он раз его отрубил и все я думаю что так темнота привет привет всем привет сегодня гро инстаграм выкатил обновление даже можно название эфира делать еще закреплять комментарии и в общем короче могут быть перебои сто процентов инстаграме то есть может быть что-нибудь как обычно если обновление значит может что-нибудь где-нибудь в другом месте поэтому да всем кто подключается всем всем привет ну что мы сегодня с тобой говорим про интернет какой у нас опыт выхода в интернет почему интернет вообще реально ли строить бизнес в интернете если мы говорим в контексте сетевого бизнеса то поделись какой опыт у тебя мы сегодня с тобой даже поспорили по поводу кто когда вышел какая-то дата мы ее не записывали к сожалению мы не думали что это будет очень важно что это будет важная дата я просто хочу сказать что вот сейчас до сих пор уже настолько интернет вошел в жизнь каждого человека в каждую семью что в данной ситуации не быть в интернете это я не знаю я просто когда мы с тобой говорили и вот планировали это вот ну как прямой эфир то я вспомнила такую ситуацию что например когда я хотела выйти в интернет муж мне говорил о нельзя тебя все увидят все узнают где ты тебя найдут все и я так думаю как здорово что я вышла в интернет меня могут найти все потому что и друзья и родственники разъехались по разным городам по разным странам и в данной ситуации это это благо для меня что мы можем друг друга найти согласись ну да но ведь у многих до сих пор остается такая вот вот состояние что не дай бог меня найдут и очень многие в интернете делают картинки всякие вместо своей фотографии собачек там кошечек чужих тетек тетек красивых и чужих дядек красивых и непонятно вообще чего там выстраивают пишут непонятно какую фамилию пишут ну в общем не свои данные зачем вышли в интернет непонятно это знаю ну кто-то же смотри кто-то же выходит в интернет для того чтобы просто посмотреть просто посидеть согласно да и соответственно понятно что зачем показывать себя то есть ну если ты там смотришь какую-то бильберду зачем показывать свое лицо что ты этим занимаешься вот а если мы говорим про контекст построения бизнеса про контекст что ты заходишь туда с какой-то цель продвижение или еще да какие-то такие серьезные вещи тогда конечно если ты скрываешь лицо например да у меня доверие ноль то есть если я захожу на страницу и там одни картинки вообще одни картинки и иногда это вообще непонятно какие у нас там в чате все пиликает да у нас у нас паракон идет там переписка и получается что доверие никакого не выстраивается то есть ну непонятно кто это что это за человек я просто почему решила вот эту вот тему затронуть что собачки кошечки и непонятная фамилия потому что многие кто сейчас вышел в интернет даже работать и с ними начинаешь сотрудничать то там происходит у меня у меня а вибрация у тебя стоит бибибикалка уже не выключу это уже лазить там замучиваясь ладно давай вот я просто к чему говорю что многие сейчас пробуют выйти в интернет начинают какие-то первые свои действия и в конечном итоге у них продолжается непонятно какая фамилия непонятно кто и непонятно зачем поэтому я например вообще отношусь к тому что когда я например делаю новые какие-то аккаунты то даже если эти аккаунты как-то называются например как я в инстаграме сделала faberlic help но я подписала курячая для того чтобы меня могли найти чтобы понимали что это мой аккаунт это не чужой какой-то непонятно чей потому что фаберликов очень много я просто к этому что когда я начинала выходить в интернет это была просто катастрофа я во первых сама боялась безумная боялась какую-то кнопочку нажать во вторых вот эти пробы проб и ошибок нажала на что-то там перезагрузила что-то не то загрузила это это вообще катастрофа надо мной хохотали вообще ухохатывались мое семейство и дети и как его и муж и они просто надо мной ухохатывались как для меня это было сложно я естественно понимаю многих которые только-только начали они привыкли работать в офлайне я длительное время мы с тобой работали в офлайне и на земле как мы это говорим и когда выход в интернет вот сейчас у них только-только начинается из-за карантина многие их как подопнули им деваться некуда им пришлось идти в интернет я понимаю какие у них страхи какие у них это но важно понимать одно это по первости страшно потом постепенно постепенно нарабатывается опыт нарабатывается привычка и проблем уже таких не будет дальше мне понравилось тут как раз в эту тему ты сказала я так сразу вспомнила недавно писала пост как раз про страхи в интернет про ошибки в интернете и девушка она написала комментарий что сначала захватывает дух а потом кайф я вспомнила во-первых какая-то такая аналогия сразу с тем как ты катаешься впервые там на катере скоростном на лыжах или сейчас вот ты говоришь ассоциация с горкой особенно вот эти водные высокие горки сначала жутко вот жутко аж все внутри трясется но потом вспомни когда ты отталкиваешься и так делаешь а потом внизу то что ты сделал это что ты преодолел что у тебя получилось даже если коряво но получилось вот это вот ощущение вот когда мы цепляем вот такие классные положительные да эмоции к тому что это все получится согласись больше желания попробовать да 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 и когда получишь знаешь как ну вот я смотри я знаю что первое что необходимо обязательно для того чтобы выйти в интернет это обязательно учиться несмотря на то что я практик и больше через метод через пробы через поисковую вот какое-то направление я больше нахожу то что нужно это называется метод тыка кнопания да тыкаем кнопочки ну у меня получается гораздо лучше ты же знаешь сколько ты сколько ты проходишь обучение проходила по интернету это же просто умотаться мне казалось что это что-то запредельное сколько можно учиться но тебе это дает намного больше понимаешь то для меня я когда я понимаю что методом тыка не получается я иду и изучаю именно направленное действие я как тот этот как его Шерлок Холмс который говорил я в голову помещаю только ту информацию которая мне пригодится вот так и я потому что если я изучаю очень много она у меня то ли по возрасту то ли по характеру она у меня вся не откладывается у меня начинается вот это состояние бешенства я не знаю что делать за что схватиться как вообще все это сделать и поэтому для меня гораздо проще пробовать то есть чтобы мне прям на руках показали как мы и планируем вот сейчас у нас сегодня первый день марафона и мы и планируем сделать точечно что нажмите кнопочку нажмите эту кнопочку тыкать будем тыкать пальчиками наслаждаться тем что ух ты ух ты ух ты и так все просто я помню такой момент например вот уже сейчас что даже есть топ лидеры которые только-только вышли в интернет только-только начали и в данной ситуации вот для них особенно сложно потому что они гуру в каких-то вещах сетевых лидерских да они в жизни могут запросто все это сделать но выйти в интернет для них они вышли и натыкаются на многие ситуации потому что нет привычки а для меня это вообще моя стихия интернет если у меня не работает интернет это просто катастрофа я не знаю как будто пол жизни куда-то убежал я просто помню когда мы только входили в интернет мы сегодня с тобой про это вспоминали что насколько это было сложно то есть я я конечно не помню даты когда я вошла вообще в принципе я компьютер купила домой когда у меня Ромка родился то есть это получается ну вот уже 15 лет да то есть мы первый компьютер купили то есть до этого я где-то все равно что-то делала но вот 15 лет как я так скажем изучаю именно компьютерную грамотность и я ну я практически все тоже методом тыка это уже когда потом да начала вот про личный бренд изучение да да тогда вот уже я уже пошла в те истории что нужно учиться нужно что-то осваивать но согласна тут с таким моментом что вся информация должна приходить вовремя и если ты готов сейчас полностью погрузиться и отдаться интернету тогда ты полностью в это погружаешься изучаешь и все применяешь потому что вот к сожалению в какой-то момент да у меня хоть и были очень сильные подвижки там в понимании там и в построении личного бренда да ну ты знаешь эту историю когда у меня вообще повернулась эта ситуация то многое из того что было там вот из этого пункта зачем мне нужен интернет вообще и зачем этот личный бренд который сейчас многие пытаются построить без понимания зачем половина информации осталась там ну потому что я застряла на этапе я не могу двинуться дальше только из-за того что я не понимаю зачем мне это и вот когда произошли изменения то сейчас я понимаю что даже даже та информация которая приходит но приходит вовремя мы собрались с тобой делать марафон я как я тебе рассказывала интуитивно увидела приглашение в клуб от крупного маркетолога нашей страны туда вошла и понимаю что сейчас я еще и в интернете девчонки кто будут смотреть записи кто сейчас на связи с нами из нашего марафона по соцсетям я уже сегодня буду вам рассказывать какие-то фишки интересные сегодня завтра о том что я уже узнала в клубе и вот это вот стратегия узнала передала узнала передала она очень классно работает и помнишь да эту ситуацию лучше всего усваивается сама узнала применила передала навык закрепился да то есть таким образом в интернете почему ты вдруг я то понятное дело я уже говорила меня сыновья заставили деваться было некуда они на мне как на это тренировались как на кошечка да да на тебе экспериментировали я была той кошечкой той подушечкой над которой тренировались у меня выбора не было а ты почему пошла в интернет то вдруг так ты скажи потому что кто то кто то не видел до этого эфира ты скажи почему ты кошечка то стала дети были в Америке и у них была проблема большая то есть они работали по 15 часов им нужно было зарабатывать деньги потому что иначе там очень высокий уровень проживания и многое другое и ну и они короче пошли на обучение алекса яновского мышление миллионера когда они начали проходить они начали понимать в чем дело начали понимать что мне это тоже надо и они меня прям вот подтопырили то есть они меня пинанули хотя мы до этого вместе с ними уже делали какие-то подвижки в интернет они мне уже я уже пробовала и родственников искать еще что-то ну я не назову это работой я бы сказала бы тусить в интернете я тусила а вот здесь то уже пошло осознанное я прошла обучение курс дорогое мышление миллионера потом высшая школа управления у алекса яновского и я вдруг неожиданно поняла что оказывается сетевое это такой же бизнес как и все потом для меня это было открытие хотя я уже столько лет была вообще в сетевом и говорила я строю бизнес но это были больше слова это больше были ну такие мелкие масштабные масштабирования не было было просто определенные действия которые ну делают каждый сетевик каждый этот консультант в любой компании и вот когда я тут прошла высшую школу управления у алекса яновского я вдруг я там слушала там была такая возможность вход полный то есть очень дорогой и тогда он отрабатывал короче разбирал конкретного этого человека и был другой вход более недорогой я сейчас уже цифры не скажу но тогда для меня за предельные деньги это были очень дорогие но со стороны наблюдать за тем как разбирают другого и он там разбирал людей миллионеров которые у которых там сеть магазинов у которых там заводы пароходы и чего только нету и вот он их разбирал и когда он их начал разбирать по деятельности а я слышу он говорит те же самые вещи что нам говорили наставники он говорит те же самые вещи которые мы делаем только в маленьком масштабе я села репу почесала по-другому сказать не могу и сказала вот это да сетевой то это все таки бизнес а как же мне его масштабировать и вот тогда вот потом сыновья после этого пошли и они решили продвигаться как интернет-маркетологи сейчас на самом деле интернет-маркетологи уже столько у них проектов огромное множество помимо фаберлика они где только не были и что только они не делали для них воронки это на раз-два и создание различных вот таких вот проектов которые привлечения но важно другое они решили развиваться в этом направлении и обучаться идти куда-то учиться ну в оффлайне не было возможности это очень дорогое обучение в америке изучать и они вот пошли к Олесе Тимофееву учиться как делать блог как делать это как его свои сайты youtube канал у тебя тогда и тогда я попала как кошечка я стала я они тренировались на кошечках на мне они мне написали и сказали короче мама мы пошли обучаться у нас будет двухмесячный курс экстренный каждодневный и днем и ночью нужно будет выполнять очень много заданий мы заплатили за это большие деньги поэтому нам нужно тебе тренироваться как интернет ну они были как этими как его продвижение как продюсеры продюсеры да а я вот вот кошечка была и вот тогда я уже осознанно ну конечно вот пришлось мне я вышла в интернет это то мы начали и записывать ролики и курсы и блок мы начали делать и вот тогда уже более осознанно у меня пошло хотя мы не перекидывали на нашу структуру ну вот на работу со структурой это просто вот было чисто выход в интернет для того чтобы на мне потренировались а оно как пошло это же дало да дало классные результаты оно не просто классные результаты огромное множество я то просто записывала делилась своим опытом ролики курсы просто делилась подняла у меня есть шкафчик такой волшебный он огромный там полок 4 или 5 полок вот такого размера это все в тетрадях то что я проходила обучение я доставала все эти тетради я завела себе стопку огромной тетради купили мы камеру потом купили стоечку для камеры купили люстру чтобы освещение было нормально такое яркое потому что освещение была отвратительное только в одной месте я могла записывать ну да у меня дельф mee отдельно до детский был ремн в остальном в третьем записывать было некуда была целая студия нет оставляли да там так если посмотреть как как я это записывала, многие говорят, как хорошо, у вас там студия, ага, мы просто, это хокма на самом деле, потому что многие считают, что если человек вышел в интернет, то нужно снимать помещение, что необходимо там не знаю, что делать, на самом деле у нас просто были наклеены для детей фотообои, пока они жили и не уехали в Америку, фотообои Америки, кстати, Бруклинский мост, мы потом говорили, смеялись, что вот висел Бруклинский мост, и они туда и попали, и потом они фотографировались именно на этом, в Бруклинском мосте, прям вот конкретно, и вот там повесили люстру, а в комнате стояло три кровати, потому что трое же сыновей, вот на одну кровать я ставила стоечку, к другой кровати я подходила так, чтобы камеры не видно было, ставила этот, как его, флэпчат, вешала бумагу, покупала фломастеры, и прям вот-вот, если бы меня заснять сбоку, как я это снимала? Ну, я вам фотки брать, если бы найти эти фотки, это просто оборжаться, поэтому, когда кто-то говорит, ой, я не могу выйти в интернет, потому что у меня вот это, да у меня вот это, да у меня этого нету, да вот этого у меня нету, да того-того у меня нету, да глупости, желаний нет, если есть желание, вы найдете возможности, и возможностей огромное множество, и вот тогда я просто как подопытный кролик была, как кошечка для сыновей, а в конечном итоге, как пошли результаты, люди начали писать, благодарить, говорить, ой, мне как раз это надо, ой, а у меня результаты пошли от вашего обучения, и потом мне начали писать, помнишь, мы приехали на форум, а мне начали подходить, люди говорить, вы знаете, благодаря вашему обучению я директора сделала, и вот тогда я уже сказала со нами, я говорю, знаете, что-то я не пойму, я записываю, это круто, имя заработало, бренд мой пошел, люди меня знают, я людей многих не знаю, многие подходили и говорили, это я вот такая-то, такая-то, мне было так неудобно, потому что в каждой соцсети по 7-8 тысяч подписчиков, и когда люди подходили, я такая-то, такая-то, мне было очень неловко перед людьми, потому что если переписки, например, не было, с этим человеком, то в каждой соцсети и в одноклассниках, и там, и там, и там, это огромное количество народу, я просто, ну, физически всех запомнить не могла, и я говорю сыновьям, я говорю, слушайте, я говорю, я что-то не пойму, все нам растут на моих уроках, значит, они недейственные, а для нашей структуры ничего не сделано, может, все-таки мы для нашей структуры что-нибудь сделаем, может быть, мы начнем в конце концов уже развивать нашу структуру, а на тот момент был только, уже несколько раз были зарегистрированы дети, ну, там по стартовой программе мы шли, потом вылетали, потом опять, ну, в общем, обычно дети приходят, уходят, и в основном это мамочка делает за своих детей, то тут-то мы осознанно, давай, и мы тогда зарегистрировали в начале Максима, и начали его продвижение, рекрутинг в его команду, потом мы, потом пошел уже у нас на очереди Алексей, потом на очереди Павел, и тогда мы, вот помнишь, штурмили, сколько времени мы соединялись, Америка, какая разница, кто где находится, Дарья в Челябинске, я в Мясе, сыновья в Америке, у них там ночь, а у нас раннее утро, там у них вечер, а у нас раннее утро соединялись, как-то мы соединялись, и штурмили через скайп, какие проблемы, тогда инстаграма не было, помнишь, мы штурмили, тогда инстаграма еще не было, да, я помню, что мы-то по привычке с сыновьями там, я говорю, даже не обращай внимания, они нормальные, они нормальные, это так бывает, они потом отойдут, где-то и ругались, где-то и спорили, где-то еще что-то, помнишь, вот почему ты пошла, меня-то подтопырили, мне пришлось, я, наверное, сама бы не пошла. Меня, меня бы подтопырили. Слушай, мы сегодня как раз с тобой, когда разговаривали, я вспомнила как раз этот момент, что, когда я пришла уже в Фаберлик в 2007 году, когда был проект «Фабрика звезд» тогда, да, у Светланы Олега Заврухиных, потом был какой-то цикл такой больших, ну, много-много-много разных тренингов, обучений, и вот в 2008 или в 2009 году точно не помню дату, приезжал парень из Ижевска, даже не помню, как зовут, помню, как выглядит, как зовут, не помню. И он тогда давал первое обучение про контакт, то есть контакт был, одноклассники уже были, у меня были там и там странички, и он рассказывал, как он работает, то есть он тоже уже был в Фаберлик, и плюс он что-то был связан с интернетом, и он рассказывал первые шаги, вот тогда я начала делать первые такие, знаешь, пробы в Одноклассниках, понятно, там были все знакомые, там, друзья, одноклассники, то ВКонтакте были, была создана мной страничка, кстати, которая до сих пор у меня есть, и она до сих пор приносит результаты просто на Автопилоте, тогда она у меня называлась, по-моему, что-то Фаберлик в Челябинске, и многие даже девчонки, кто у меня зарегистрировала, в Челябинске они приходили через эту группу, сначала кто-то купить, потом там уже дружили, встречались, Прости, пожалуйста, человек не понимает, звонит, я сейчас отвечу, а потом пойду, ладно? Давай. Вот, ну я продолжу рассказывать. Ну и, соответственно, получилась такая ситуация, что когда в 2012 году я сделала квалификацию директора, получила нагрудную поездку в Турцию, после этого, где-то, наверное, месяца через 3-4 я узнала, что беременна, и у меня встал вопрос о том, что делать с моим офисом, офис был на другом конце города, я не знаю, когда я беременна ездить туда, да и долго, у меня был там сотрудник, который работал, но он очень устраивал, и в какой-то момент было прямо осознанное решение взять и закрыть офис. И таким образом, а я же не могу просто вот, я продолжаю рассказывать, я же не могу просто взять и вот так вот вообще все закрыть, и вообще в принципе не рассматривала, что я уйду в декрет и перестану работать вообще в фаберлик, да, в сетевом. И тут получилось как раз вот ты проходила обучение, я какие-то вещи пробовала, и я просто помню очень четко вот этот момент, когда Вероника, я ее покормила, положила рядом на диване, тут же села за компьютер, тут же где-то страничку, тут же где-то как раз мы там с Мариной делали блог мой, первый мой опыт, да, такого профессионального про то, что я писала, да, что нужно было все идеально, нужно было мне все тогда вылить, мне нужно было найти сотрудника, который, ну, он клевый был как по задумке, у меня не хватало, то есть вот это понимание, зачем мне блог, у меня тогда вообще не было, в принципе, я и сейчас придерживаюсь тоже, то есть сейчас не тренд, то есть блог вести как блог, вот как сайт, да, как раньше, сейчас это не актуально, сейчас это много, это дорого, и смысла такого нету, гораздо проще работать в соцсетях, и вести это как блоги, и блоги более живые, получается, потому что постоянно на связи, как вот сейчас мы, да, это наши блоги, в которых мы работаем, два часа, каждая соцсетей добавляет столько вообще возможностей, что, и поэтому, что основной, это вот наш таким решающим моментом, ну, то, что у меня декрет, я как-то должна работать со структурой, да, и мне пришлось выходить в соцсети для того, чтобы... по-другому, ну, да, потому что, а как по-другому-то, никак, и тут как раз наше вот это вот объединение на то, что мы создаем проектный сайт, мы создаем структурное обучение, я помню, сколько мы записывали роликов, сколько до этого мы спорили, что, где, как, как это наполнять, и так далее, то есть длительный этап, если, да, вот я даже писала пост про ошибки, я не считаю вообще это ошибкой, потому что мы прошли шикарный путь проектирования большого проекта, и который принес результаты, да, сейчас время поменялось, и вот совсем недавно, да, даже я у нас на структурном собрании рассказывала, что, да, где-то на нашем обучающем сайте есть информация, которая сейчас неактуальна, я в плане того, что акции там каталога, еще что-то такое, но базу, которую мы тогда собрали, это просто феноменально, потому что там все есть по базовой работе в оффлайн, и все по базовым методам выхода в интернет, понятно, что там меняется таргет, меняются условия работы в соцсетях, потому что они меняются сами, но база как и что и зачем, вот это... как она двигается одно за другим, она прям... да, как это можно связки делать, мы сами это увидели, поняли, и понятно, что вот я говорю, возвращаясь к тому, что когда ты понимаешь, зачем, тогда это все складывается, и получается более гармонично, естественно, без напряга, ты что-то ведешь и делаешь, те же соцсети. Ну и вот смотри... Точно, сегодня изменился, инстаграм, он показывает, теперь время, 32 минуты, эфир идет. Шеф, поменялся прям сегодня. Еще раз булькало, скажи еще раз. Булькало? Да. Поменялся инстаграм, и у меня сейчас даже в аккаунте висит время, сколько идет эфир. Да ты что? То есть можно даже не смотреть, не заходить в время, а прям даже видно. Вот это хорошо. Постоянно что-то изменяется. Да, 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 да. И смотри, какой момент, люди говорят, ну вот я завтра пойду в интернет, я завтра пойду в интернет, а еще, не дай бог, они купили и взяли себе обучалки какие-то новых инструментов, а эти инструменты уже утеряны, они уже совершенно где-то потерялись и вообще уже не актуальны. Может быть, что-то часть оттуда выйдет, а остальное уже новое, новое, новое. Я помню, когда ты пошла на озаренок, а я в тот момент, ну как там, мы все вместе, сыновья мне помогают, я что-то делаю, то есть у нас было распределение, что-то я делала, а что-то делали и они, каждый делал. и потом наступил момент, когда мне пришлось, начало, что мне нужно было все полностью это делать, ну разделились обязанности. Ох, у меня истерика была, потому что основа основы я знаю, а вот эти вот все инстаграмы, все это вести, боже ж ты мой, это катастрофа. И вот мы почему вообще решили эту тему, скажу, почему мы решили эту тему затеять, вам рассказать. Вы знаете, если, например, вы не пойдете в интернет, то вы навряд ли когда-то туда выйдете, потому что все с каждым разом все будет сложнее и сложнее. И бояться вообще смысла никакого нету, потому что на самом деле есть такая возможность уникальная, когда вы начинаете вход, то это на самом деле, на самом деле не страшно, потому что вот я понимаю, что новые какие-то технологии нужно доизучать, да, но есть реальные возможности научиться самым элементарным вещам, и вы уже начнете продвигаться. Особенно, помнишь, мы заметили, мы когда пошли на марафон от компании, мы увидели, новички гораздо быстрее продвигаются, чем мы, потому что у нас накопленное уже количество людей, которые уже другая целевая аудитория, так, на которые не продашь, которые коллеги, и нужно создавать что-то новое для того, чтобы продвигаться и все иное. Даша, пожалуйста, почему ты на озаренок тогда пошла? Слушай, ну, у меня вообще, в принципе, интуитивное всегда обучение, ты же знаешь про это. У меня в какой-то момент ёкает, я понимаю, у меня в какой-то момент ёкает, то есть я, в общем, есть такая способность, я, если раньше я думала, что это случайность, сейчас я понимаю, что это закономерность, и я просто доверяю интуиции, это кто-то называет интуицией, кто-то там еще как-то разными способами, я доверяю этой чуйке, и я за редким исключением могу смотреть очень долго за каким-то тренером, ну, вот сейчас я наблюдаю, да, в своей сфере деятельности, это вот с психологией связано, три очень крутых тренера, они даже, ну, не бизнес-тренеры, это тренеры-психологи, но у них очень дорогое обучение, и сейчас у меня немножко другой приоритет, поэтому я за ними смотрю, и пока не иду на глубокие курсы, то вот, например, многие обучения, в которых я шла, в том числе и к Маше Азаренок, это было вот так, хочу, то есть внутри понимаю, что вот сейчас надо, и я понимаю, что, например, если бы я тогда не пошла к Маше, то, возможно, бы многие вещи вообще сейчас не поменялись, потому что она прям где-то щелчок мне дала такой, что получилось поменять взгляд на то, что я делаю. Зачем у тебя это тянулось? Да, зачем, да, то есть я вообще поняла, зачем, вообще зачем соцсети? Но в тот момент мне было очень сложно, и это даже не инструментальный, да, а это именно вот в понимании, потому что они очень глубоко туда погружают, и с другой стороны, это мне дало, знаешь, такую возможность понимать разные способы подачи, где профессиональные, а где нет. поэтому вот за счет того, что я сразу как-то туда окунулась, я понимаю, что ой, туда я точно не пойду, вот это имеет место быть, то есть сразу вот это такое чувство профессионализма по поводу бизнес-тренерства и всех, кто проводит обучение, сразу сформировалось. Какая-то мысль пришла и ушла, так бывает. Словесно, я хотела подробно сказать. Что я хотела сказать, то, вот то, что ты говоришь, мы решили провести марафон для начинающих в соцсетях, у нас с тобой поступили такие вопросы странные, да, что для новичков, то есть для новичков фаберлик, то есть только кто начинает, это первый такой запрос, для тех, кто новички вообще никогда ничего не делали или вообще, ну, то есть многие интерпретировали по-разному, наша задача была с тобой, да, как мы с тобой проектировали этот марафон, именно показать базовую основу грамотную, как зайти и, может быть, не методом тыка, да, потому что, вот, как я уже поняла, иногда метод тыка классно срабатывает, но ты некоторые вещи не знаешь, не знаешь, просто изучить, ты просто боишься на какую-то кнопочку тыкнуть, а оказывается, она есть, и вот поэтому, даже сегодня Таня рассказывает, ты прикинь, там есть такие две кнопочки, и вообще супер, она говорит, поделишься, я говорю, обязательно, потому что не нужно знать все, согласен, все знать точно невозможно, у нас будет приоритет, конечно, на инстаграме, но мы будем показывать, как это можно соединить с другими соцсетями, хотя у всех соцсетей есть разные какие-то нюансы, но они сейчас многие подтягиваются, то есть, есть какой-то стандарт, есть тренды, и они подтягиваются к этому, это раньше было все абсолютно разное продвижение и катастрофа, а сейчас очень много схожестей, и сторисы все эти есть, и все остальное. В одноклассниках все еще нет, и я в ютубе не могу понять. Много каких-то моментов близких, которые действительно могут помочь продвинуться в интернете и уже дать возможность первых каких-то заходов и первое привлечение новых первых каких-то людей, поэтому наш марафон он направлен именно для новичков, для чайников, где мы просто, ну да, мы не хотели. Ну, я бы, знаешь, как не сказала, что для чайников, а получается, вот мы даже сейчас можем сделать срез, кто вошел, это те, кто либо вообще не понимает, то есть вот ну присутствует там. Я выпала. Оно выпадает, да, с интернетом сегодня видимо обновление происходит и что-то оно ёкает. А, ну может быть. Меня нормально слышно, потому что мушник даже отключился. Ну, оно немножко другой звук, но это нормально. Ну, слышно, да? Слышно, да. Все, отлично. И получается, что мы, марафон будет подходить для тех, кто что-то знает, но не знает, как работать там, для тех, кто, ну, то есть такие первые шаги это сделать качественно, базу, то есть сделать, сформировать у себя базу, то есть продвижение. Да, ёлки-палки, что такое сегодня прям с интернет? Да, сегодня прям прям крутится, крутится. Ну, что-то прям сегодня это я на всякий пожарный ещё мобильную связь включила, чтобы если что переключился. Вот, и это будет для тех полезно, кто уже в интернете, те, кто делает шаги, ну, например, не знает, чем отличается Инстаграм от Контакта, он продвигается ВКонтакте, или как это синхронизировать, чтобы использовать две соцсети одновременно, а может быть и три соцсети для того, чтобы соединить в единую воронку продаж, а может быть для того, чтобы более качественный контент предоставлять, да, там научиться делать сторис, сделать свой первый шаг в прямые эфиры, вот как раз для вот такой категории людей, которые, ну, как бы боятся сделать какие-то первые шаги, вот мы им предлагаем марафон, да, как Таня говорит, для соцсети, для чайников, ну, не совсем они, чайники, как-то. Ну, вот наша задача с тобой, помнишь, вообще, с чего мы вдруг решили этот марафон провести, когда мы сами делаем какие-то запросы прям были, люди говорили, а как вы это делаете, а как вы это, и мы практически замучились уже в личку и по телефону вот это объяснять, нажми на ту кнопочку, зайди вот туда, нажми вот это, и мы подумали, а почему бы это людям не дать, и не дать какие-то фишечки, записи, на чем можно формировать, то есть все равно же это в интернете найти, это умотаться сколько информации, огромное множество. Этот марафон, он практикум, где каждый просто возьмет то, что у нас есть в нашем рационе, как говорится, в нашем меню, то, чем пользуемся мы сами, запросто, и, как ты недавно сказала, практически на коленях. То есть, чем мне нравится вот эта работа, что она вот действительно очень легкая, и она очень комфортная, потому что сейчас в телефоне множество, ты можешь просто лежать на диванчике, или сидеть в машине, кого-то ждать, вот я, например, за рулем бывает, вот кого-то привезла, там племянника, например, сижу, я могу работать, вот сидя вот за рулем, никаких проблем, выйдя на улицу, никаких проблем. Вот если раньше была привязка к стационарному компьютеру или к ноутбуку, то сейчас в телефоне чего только нет. То есть, через телефон, если он действительно сенсорный, и он действительно хотя бы 16 гигабайт, ну хотя бы, и то можно жить с этим телефоном. Конечно, я понимаю, что такое забивание памяти, но хотя бы вот даже на маленьком уровне можно установить разные соцсети, насколько они удобнее даже, чем в компьютере. То есть, практически 99,9% сейчас людей, ну 80% точно уже переходят в телефон. Нет? Ты не согласна? Пошла тенденция, если пару лет назад все пошли в телефоны, в мобильные сервисы, сейчас, ну как бы, может быть, это связано еще и с вот тенденцией, да, тут посткарантинного или карантинного сидения дома, люди стали чаще смотреть ноутбуки, то есть, ну, ПК. это может быть связано с этим, как вот. Потому что телефоны в движении, где-то едешь в метро или там еще где-то на работе, у тебя выдалась минуточка, ты хочешь выйти в телефонном, это, наверное, с этим. Помнишь, у нас делала компания Срез специально, почему они решили сделать мобильную версию и мобильное приложение, потому что, когда Срез сделали, что даже, извините за выражение, бабушки, как я, и старше, то есть, люди уже, ну, я так говорю, потому что, на самом деле, начиная с 50 и более, они уже, многие являются бабушками для своих внуков, они пошли в интернет, и очень многие пошли именно в телефон, и Срез был такой капитальный, что 80, по-моему, процентов именно через мобильные приложения работают, очень многие. Ну, да, это, и вот мы даже с тобой, когда обсуждали, что, в марафоне, хорошо, когда мы покажем, да, по большому счету, как это можно делать и через компьютер, то есть, есть приложение, программы, как это делать через компьютер, и потом это все, например, да, как я делаю, там, видео обработала в компьютере, или фотографию обработала, скинула через телеграм, и тут же выложила в телефоне, потому что в телефоне там что-то удобнее, да, А, или наоборот, в телефоне обработала фото, скинула туда, разместила там. Вот это удобство, когда ты можешь в любую минуту воспользоваться вообще всеми преимуществами, привилегиями именно и ПК, и телефона, и интернета, потому что, ну, сейчас обязательно нужно выходить в интернет, обязательно нужно продвигаться, обязательно хотя бы продвигать свое имя. А если вы строите бизнес, если вы строите бизнес не только сетевой, а вообще, это как раз та площадка, благодаря которой вы можете масштабировать свой бизнес, и вот это на самом деле так. Смотри, не только даже про масштаб, если мы, да, мы с тобой вышли в интернет и создавали проект для того, чтобы масштабироваться, и у меня не было возможности, например, ходить по Челябинску с ребенком, да, и искать консультантов, новых клиентов. Вот и в небольшом городе, и он тоже ограничен ресурсами, то, выходя в интернет, мы начали расширять у нас, я не помню, сколько у нас стран сейчас в структуре, и для нас это уже естественно. 25 равно нас, да. Ну, а как я говорю, некоторые мы страны только пометили, а есть страны, которые прям рабочие, причем даже в параллелях, например, Германия у нас, смотри, у нас две или три ветки у нас в Германии, которые есть, есть вообще продуктивно развивающиеся такие вот. Поэтому... Ну, это было... Нас, мы дошли туда за масштабами, то есть для того, чтобы расширить свои возможности. Да. Что в этот год показал? Что если тебя нет в интернете, ты можешь в один момент начать сосать палец. Это реально так, потому что многие бизнесы просто схлопнулись. Ну, Таня, ну а как по-другому сказать? Да, ну ты правильно сказал просто, я прям... Да, ну потому что по-другому никак. Когда, получается, закрыли всех на карантин, что произошло? Те, кто смогли выйти или были в интернете, они быстро приспособились. Кто-то начал осуществлять доставку, кто-то начал переформатировать свои услуги, начал их осуществлять через интернет. И так далее, и так далее. А те, кого не было вообще... По вопросам, по запросам, насколько было это слышно, когда люди говорили, ой, всё, давайте мы начнём вот это делать. А я сижу, думаю, а мы тоже делаем почти 10 лет. А мы это уже привыкли. А мы это делаем каждый день. Да, каждый день, и в день, и по разу. То есть, вот на самом деле, это вот такой момент произошёл, когда, действительно, я помню, как... Мы же одни из первых вышли в интернет-фабрелит. Единицы, кто был, и то продвижения большого не было. Мы первые были. И просто на тот момент, я просто помню, что мы звали люди, а люди от нас вот так отмахивались и говорили, «Да вы чё? Да нет, да нам лучше встретиться, да поговорить». Да, 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 да. Да, и многое другое говорили. А тут столкнулись, и пришлось, и деваться некуда. Поэтому у нас время выходит, сколько у тебя там осталось? Да, да, 48 минут заканчивается. Мы на самом деле хотели сказать, что интернет – это польза, это шикарнейший инструмент, который действительно даёт море возможностей. Другое дело, какие возможности, какие ресурсы возьмёте вы сами, потому что можно и профессионально продвигаться в интернете, и обучаться профессионально, и курсы дорогие можно покупать. Но если вы хотите просто сделать вход качественный, то нам есть с чем поделиться, потому что мы давно там, и мы многие... Я даже... Помнишь, как вот мы недавно разговаривали? Я говорю, прикинь, вопрос задают вот такой. Мы даже натыкаем сейчас на некоторые вещи, что для нас это... Ну вот знаете, как зубы почистить, мы уже настолько привыкли к этому. То люди задают вопрос, а где это взять, а как нажать? То есть нам задают вопросы очень часто, что, Дарья, что мне, вот в личку, то, что мы знаем вообще, ну, на раз-два. Уже можно закрытыми глазами, и даже как раньше... Вот, например, если нам позвонят по телефону, нам даже не нужно смотреть на этот ресурс, мы можем сказать, видишь там кнопочку, нажми на эту кнопочку, видишь там тетечку, нажми на вот эту тетечку, и вот это, вот это, а вот это напиши, а вот это, вот это. Получилось? Получилось. Ура! Все, за ручку практически провести, просто даже смотря сериальчик какой-нибудь или новости, но провести за руку. И вот на самом деле, приходите к нам, потому что еще вход открыт, стоимость вообще абсолютно смешная, стоимость всего, ну, это смешная стоимость, потому что мы, конечно, не будем говорить про движение таргет, и продвижение мы не будем. Подбор ЦА мы тоже в этом марафоне делать не будем, потому что это более углубленное, прописание аватара своего клиента мы тоже здесь делать не будем, это у нас будет следующий марафон. Сейчас мы просто покажем и поделимся самыми элементарными вещами, которые мы знаем давно, которыми мы пользуемся на раз-два, которые вы можете, возможно, вы что-то уже знаете, и, вероятнее всего, многое что знаете. А, возможно, для вас будет неожиданным открытием, ух ты, дополнительным, это, знаете, как вишенкой на торте, вишенкой на торте, который торт, вот вы сделали свой торт, свое продвижение, у вас уже что-то есть, оно вкусненькое, оно красивенькое, но чего-то вот для украшения не хватает. Вот мы дадим парочку таких фишечек, секретиков своих, которые украсят ваш тортик, который называется «Подвижение в интернете». Ну, а что, я правильно говорю? Ну, пока не про «Подвижение», не говори про слово «продвижение», а именно про базовые основы основ работы в интернете. Да. Это самое важное, потому что можно сейчас зайти на мощное обучение, ничего не понять, сказать, что говорят по-иностранному, или матерятся, потому что многие нам говорили, перестаньте материться, вы на каком языке говорите. И это, правда, нам придется где-то научиться говорить русские слова, которые привычные для людей, но в любом случае это вот такая возможность взять и просто начать делать то самое основное, самое важное. Согласись. Согласись. Что еще скажешь? Скажи. Я думала, ты зависла, ты как раз такая... Нет, я раз уже замолчала. Мы давайте подведем итоги, сейчас эфир закончится как раз, чтобы мне его нормально сегодня сохранить. Я же не знаю, что сегодня будет, да, что это за обновление. Поэтому еще раз подведу итог. Мы сегодня поговорили про работу в интернете, мы просто рассказали свой опыт, как мы выходили, почему мы выходили в интернет, как мы выстраивали, да, то есть что мы делали. Страхи постарались убрать. Ну, я не скажу, что мы, правда, над страхами сегодня работали, мы просто сказали, что это кайфово, это важно, нужно. И если вы хотите строить бизнес, любой бизнес, в любой сфере, вам, ну, просто необходимо в наше время выходить в интернет. И сейчас у нас есть такая возможность, мы делаем базовый марафон, вернее, марафон для начинающих в соцсетях, где будет базовая информация о том, как зарегистрироваться, как начать делать первые шаги, как начать первые фото обрабатывать, как проводить прямые эфиры первые, и вообще зачем вам это надо. Вот, поэтому, кто еще не с нами присоединяйтесь, у вас есть сегодня время для того, чтобы это сделать и добавиться в группу. Ну, и, конечно, у нас будет бонусная программа, у нас будет активности для того, чтобы еще и посмотреть... Скажи, какие у нас подарки будут. Скажи, какие подарки у нас будут. В подарках мы... А я главный забыла. Главный? Бесплатный, в более продвинутый марафон. Да, точно, да, точно. У нас в базовом марафоне, да, получается, те, кто будут зарабатывать бонусы в нашей бонусной программе, выполняя все домашние задания, будут получать... Вернее, как... Те, кто максимально выполнят условия, 4 человека получат разбор ваших персональных аккаунтов, чтобы посмотреть, и как и что можно поменять, улучшить... Аудит и консультацию конкретно отдание от меня, да. Получается, 4 человека, то есть по 2 консультации, 2 и 2, Татьяна. Да. И один главный приз получит тот, кто сделает максимальное количество бонусных баллов, наберет за период марафона за эти 2 недели. И, соответственно, войдет наш следующий марафон, а это уже будет про продвижение, то есть как раскручивать... Он бездорожный. Да, конечно, цена будет другая, мы сейчас разрабатываем сетку специальных предложений, поэтому, если вы хотите, если вы уже не новичок, и вы поняли, что вам базовый курс пока не заходит, пишите в личку, конечно же, в первую очередь цены будут самые низкие, уже включайтесь в следующий марафон, но он уже будет во второй половине... Он Юля. Попозже, да. Ну да, конец Юля, да, там получается, да, в последних числах. Вот. Поэтому, кто еще не с нами присоединяйтесь, в тот или другой, ну и вообще, в принципе, с нами весело, прикольно, смотрите следующие наши предыдущие эфиры. Мы шкодные, и в то же время мы знаем очень много, поэтому добро пожаловать в наши объятия. Мы готовы вас принять. Значит, мы сегодня с тобой не ржали, поэтому как-то прям серьезные сегодня были какие-то. Не слишком серьезные, нормально. Ну, все, давайте попрощаемся, я надеюсь, я его сохраню, что-то я даже очковываю сейчас. Ну, что поговоришь, все сохранится и все будет круто, а я скачаю у тебя и выложу на своей страничке. Все, давайте, ждем вас, присоединяйтесь и выходите в интернет. И вам будет благо. Не бойтесь. Да, до новых встреч. На следующей неделе, по традиции, снова рубрика «Давай поговорим об этом». Пишите нам в лично, пишите в комментариях, на какую тему вы хотите с нами встретиться, чтобы мы обсудили. Да. Все, давайте, всем пока. Все, пока-пока-пока.